Приветствую вас! Вопрос поставлен некорректно, потому что ситуация не печальная, она и в 35 лет не была бы печальна, и в 45 лет не была бы печальна, потому что, ну, просто это разные в некоторой степени категории, да, категории терминов, которые вы употребляете для обозначения своей ситуации. Ситуация не печальная, а вопрос заключается в том, чего хотите вы, понимаете? То есть, если вы хотите избавиться от дискомфорта в силу социального неодобрения вот того, что вы делаете, да, например, то это одно. Если вы хотите все-таки наладить отношения с мужчинами, да, и встретить, построить, начать отношения, это немножко другое. Потому что вы боитесь сближения в силу именно того, что с опаской относитесь к личным границам своим, которые, по вашему мнению, очень легко нарушить, легко попрать, да, и так далее. Вот. И именно это вам, собственно, и не позволяет сближать этот страх близости. Вот. И неверное представление о том, как люди себя в этой близости самоведут. Потому что выросли без отца, а у мамы были пьющие ухажеры. Ну, то есть, мама, она, ну, вела такой образ жизни, да, достаточно откровенный, да, достаточно такой активный, безответственный, наверное. А вы, в итоге, чересчур, чересчур вы ответственны и чересчур идеализируете мир. То есть, ваша мама его, наоборот, она его обесценивала, а вы его чересчур, чересчур идеализируете. Вот. Вот вы пишите, что бывало мужчины знакомились на улице, да, но, опять же, а что плохого в том, что на что знакомиться на улице, да? И вас же никто не заставляет, что по отношению. Вот. Вы пишите, я нравилась парням, за мной ухаживаю, но никогда не нравились те, кому нравилась я. Да, потому что вы, по сути, не нравитесь сами себе, то есть, вы себя до конца не принимаете. То, что, вот, вы описываете, вот, то, что, значит, мне никогда не нравились те, кому нравилась я, это связано с тем, что вы себе не нравитесь. То есть, сначала нужно принять себя, а потом, вот, я всегда подознательно выбирал недоступных тех, с кем по определению не могла быть вместе. Но, с одной стороны, страх близостей, соответственно, восприятие, восприятие близостей исключительно как чего-то опасного, чего-то такого, нехорошего, да, с одной стороны, а с другой стороны, вы выбираете таких мужчин не случайно, потому что, ну, вам хочется доказать свою исключительность, вам хочется доказать, что вы достойны большего, вот, что вы говорите, что я достойна большего, я не достойна этого, знаете, тут только в чём, что вы мыслите категорично, то есть, смысл именно в категоричности вашего мышления. Дело в том, что вы не становитесь достойны меньшего, если позволяете мужчинам, например, да, если позволяете мужчинам с вами общаться, если вы позволяете себе с ним сближаться, вот, вы не становитесь достойны меньшего даже в том случае, если вы даете человеку шанс на что-то, да, что-то делать, понимаете? А у вас, скорее всего, в этом заключается один из пунктиков. Дальше, я росла без отца. И что, к чему вы это написали, в каком контексте? Мама отменяла уходёра, поняла, что она была с Филипевичей вызывала на негативные отношения. Ну, правильно, личные границы не предоставлены. Но нет никаких заоблачных запросов по специальному партнеру. Ошибаете заоблачные запросы, если вы же выбираете недоступных. Я просто жду взаимную симпатию. Жду взаимную симпатию. А на основании чего взаимная симпатия может возникнуть? Как вы думаете? На основании чего. Их годы летят. И что, к чему вы это написали? Дальше все подруги замужем, в основном советую соглашаться уже на любой вариант. А для чего замуж-то? Я так не могу. Как? Самое главное, одиночество меня не гложет. Напрягая на данный момент социальное партнерство. В последствии, как сказать, неуверенность в себе. И желание быть такой, как все. Чем напрягает социальное партнерство? Обратите вглубь себя свой взор. Вот. Ну, вас порицают, да? Вот. То есть, как бы, что хотят люди? Какое им, собственно, дело? Вот. До того, как вы себя, ну, до того, как вы ведете себя и так далее. Как думаете, почему люди хотят, чтобы вы тоже вышли замуж? Для чего им это нужно? Вот. Значит, ситуация очень печальная в моем возрасте. Я об этом уже ответил. Как ее можно изменить? А что изменить? Какую ситуацию она не... Знаете, у меня нет ощущения, исходя вот из вашего вопроса, да? У меня нет ощущения, что вы хотите отношения. У меня нет ощущения, что вы реально готовы что-то делать для того, чтобы, ну, чтобы отношения появились. У меня нет ощущения, что вы готовы, ну, меняться. Нет ощущений. Но ощущение, что вы задали вопрос просто потому, что, да, галочка. То есть, может быть, это самое окружение, вот, внушило вам что-то, проблемы и все, а сами вы для этого не созрели. Вот. Такое у меня ощущение возникло. То есть, для начала вам пьющих партнеров, мамы, нужно принять. То есть, негативные отношения, это защита, это проекция пьющих партнеров, мамы, нужно принять. Так? Перестать обесценивать людей, которые... Которым вы нравитесь. Например, для чего необходимо принять себя полностью. Вот вы пишите, у меня высшее образование, свое дело. Причем здесь высшее образование, свое дело. Кроме того, что вы излишне самостоятельный, мужчина, может быть, может быть, видит в вас конкурентом. Но это не точно. То есть, мужчина, вот, видит в вас ту, кто будет посягать на его первенство, например. А более мягкой моделью женского поведения, например, вы не владеете... Ну, например, это вот, чисто догадка такая моя. Вы пишите, я так не могу, а как вы можете? Вы пишите, я просто жду взаимную симпатию. Так... Знаете, вы считаете, что взаимная симпатия, она как сама по себе придет, да? Или что? Видите, у вас тут некая пассивность такая наблюдается. То есть, я понимаю, что у вас нет, не деваться, не хотите вас напрягать социальное операционное. Социальное операционное – это неуверенность в себе, неуверенность в собственных силах, не принятие себя и своей позиции. Вот. Возможно, начать нужно с этого именно. Не с того, чтобы отношения строить и мужчину, и мужчину искать, а с... сообразование гармонии внутри себя, например. Вот. Возможно, так стоит двигаться. В таком направлении. Потому что... Одно дело, если быть одной – это ваш выбор. И вы хотите быть одной. Ну, не только хотите, но, в общем, вам, ну, вас все устраивает, короче говоря. И другое дело, если вы... Если вам не нравится. Другое дело, если вам... Тяжело, если вы, вот, как-то... Чувствуете... Ну... Напряг... Какой-то. Понимаете? От этого. Вот. Это вот... Разные вещи. И... На мой взгляд, ну, вот... Вот это вот нужно... Отделять. Одно от другого. Вот. Это... То, что я могу вам... Сказать. Сейчас. Вот. В принципе. Такой ответ. Ммм... Немного неопределенный получился ответ. Ага. Потому что... То... Вы, наверное, сами, в общем-то, не знаете до конца, что вы хотите. Вот. Наверное. Наверное. Так что, я полагаю, сперва вы определитесь с... 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 С тем... С тем... Что вам нужно. Вот. А уже потом... Ммм... Ммм... Можно будет... Р... Решать. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. ИНТРИМ Мượcwillispую. Эти. На две.